Министерство культуры Азербайджана обратилось к ЮНЕСКО. В обращении ведомства говорится, что на территории Армении имеется богатое историческое, культурное и религиозное наследие азербайджанцев, проживающих там на протяжении веков. Согласно статистике, опубликованной в Кавказском календаре за 1810 год, изданном Канцелярией губернаторства России на Кавказе, только в Ириванской губернии насчитывалось 269 мечетей. Помимо религиозных учреждений, в этот список вошли Ханский дворец в Ириване, стены Ириванской крепости, а также многочисленные бани, караван-сараи, усыпальницы и кладбище. Надеемся, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет иметь важное значение в плане детального изучения, мониторинга и документирования наследия азербайджанского народа на территории Армении. Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутой договоренности о направлении миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан в ближайшее время. Как наглядное свидетельство, этому можно указать восстановление в Шуше наряду с мечетями и двух христианских церквей. В отличие от Армении, Азербайджан не делает различий на религиозной и этнической почве в своем историко-культурном наследии и сохраняет приверженность своим обязательствам по международным конвенциям о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов, в том числе и по Гагской конвенции 1954 года. В Министерстве культуры Азербайджана напомнили, что ведомство поствоенный период проводит мониторинг памятников истории и культуры на освобожденных территориях. Что касается древнего албанского наследия на освобожденных от оккупации территориях, то нужно отметить, что создана специальная рабочая группа по исследованию этого наследия. В ее состав включены как местные, так и зарубежные эксперты. И когда позволят безопасность, члены рабочей группы проведут мониторинг христианского наследия и исследуют его. Отметим, что договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению была достигнута на состоявшихся 4 февраля видеопереговорах президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции и председателя ЕС. Альбина Абдрахманова, СБС